МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дела сердечные. Презентация отделения сосудистой хирургии. Сегодня мы эту территорию приведем в должный вид. Весенняя уборка продолжается. Десногорск хорошеет на глазах. Я возмущена, что телефоны везде. Рука так и тянется. Смартфономания захватывает мир. Дважды в год президент издает указы о призыве граждан на военную службу. Весенний призыв в Десногорске отметили праздничным концертом. Переходим к темам выпуска. Спасатели продолжают борьбу с пожаром на закрытом мусорном полигоне недалеко от Ярцева. Сложность происшествия заключается в том, что очаг возгорания находится на глубине около 3 метров. Тушение пожара водой практически бесполезно. Жидкость проникает вглубь массы лишь на метр. В попытке предотвратить горение спасатели будут засыпать поверхность песком. Это должно предотвратить доступ кислорода к очагу возгорания. В это время лаборанты управления Росприроднадзора измеряют концентрацию вредных веществ в воздухе. Хотя, по словам местных жителей, от запаха гари они страдают уже несколько лет. Одна из наиболее вероятных причин пожара – пал травы. В медсанчасти номер 135 Десногорска состоялась презентация возможностей отделения сосудистой хирургии при Федеральном научно-клиническом центре города Москвы. Подробности далее. Сердечно-сосудистые патологии являются основной причиной смерти во всем мире. Ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от этого недуга. Выявление болезней на ранней стадии – вопрос не только профессионализма врачей, но и материально-технической базы больницы. Теперь десногорцам могут помочь и в Федеральном научно-клиническом центре города Москвы – крупнейшем медицинском учреждении в России. Отделение сосудистой хирургии этой больницы позволяет производить комплексное лечение больного на всех стадиях заболевания. Уровень нашей клиники является одной из лучших, потому что мы работаем по европейским стандартам. Хорошая материально-техническая база. Нет ограничений ни в каких расходных материалах. Для госпитализации достаточно направления обязательного медицинского страхования по форме 057. А учитывая именно ваш город, то что каждый житель Десногорска является прикрепленным контингентом в системе ФМБА, то для него, в общем-то, даже достаточно просто паспорт показать. Несмотря на то, что возможности медицины сегодня практически безграничны, о своем здоровье следует заботиться заранее. В зоне риска сердечно-сосудистых заболеваний находятся люди с повышенным кровяным давлением, диабетом, повышенным содержанием холестерина в крови. Также следует ограничить употребление табака, жирной пищи и употребление алкоголя. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна-ТВ. Благоприятные климатические условия на Смоленщине позволили начать пассивные работы на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Под яровые культуры отведено 200 тысяч гектаров. Это на 10 тысяч больше показателя 2018 года. Площади будут засеяны в основном зерновыми культурами, чуть меньше – травами. Незначительную часть пассивов составит рапс. Уже вспахано более 11 тысяч гектаров земли. Также ведется подкормка минеральными удобрениями озимых культур, многолетних трав и пастбищ. Сотни мешков мусора, травы и веток – это лишь часть улова, который оказался в рамках активистов за время весеннего санитарного месячника. Но останавливаться еще рано. За ходом уборки наблюдала наша съемочная группа. Чистые газоны, новый асфальт, покрашенные скамейки, перемены в Десногорске заметны невооруженным глазом. Своим участием сотни добровольцев напоминают, что забота о городе – это коллективная и благородная задача. Работы проводятся не только лопатами и метлами, но и специальной техникой. Сотни килограммов мусора ежедневно покидают территорию города. Среди добровольцев как неравнодушные граждане, так и представители городских организаций, в числе которых Атомтранс и Смоленская АЭС. Непосредственно участниками месячника продолжают оставаться и сотрудники администрации города. Сегодня мы территорию приведем в должный вид, которому она должна соответствовать. Здесь должна быть чистота, порядок. Санитарный месячник стартовал 1 апреля в рамках экологического мероприятия «Зеленая весна». Акция завершится традиционным городским субботником, который состоится 30 апреля. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ. Губернатор Смоленской области Алексей Островский обсудил перспективу льготного отдыха детей на курорте Краснодарского края. Встреча прошла с главой города Сочи Анатолием Пахомовым. Обсуждалась возможность организации льготных путевок для смолян в санаториях популярного российского курорта. Мера касается детей из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Льготный отдых смоленским детям доступен и в этом году. Летом более 500 ребят отправятся на побережье Азовского моря. Друг или враг? Каждый воспринимает смартфон по-своему. Но совершенно очевидно, что с появлением этих устройств наша жизнь больше не будет прежней. В современных реалиях разбиралась наша съемочная группа. Я понимаю, что все, что я здесь рассказывала, тебе не нужно. Тебе не интересно. Намного важнее для тебя вот это. Итак, телефон. У директора с мамой. Я просто взяла посмотреть на пару секунд. Просто на пару секунд. А она взяла и забрала его. Я возмущена, что телефоны везде. Получается, что современные дети уже не представляют своей жизни без мобильных телефонов. В смартфонах можно сидеть на форумах и в социальных сетях. Создается полная иллюзия общения и безнаказанности. По данным магазинов электроники, в 2018 году россияне купили рекордное количество смартфонов. И оно продолжает расти. Ежегодно в стране продается около 43 миллионов устройств. Сотни тысяч людей начинают свой день со смартфоном в руках, судорожно перебирая пальцами по экрану. Эти уже привычные ритуалы покорно выполняют практически все с первых минут пробуждения. Психологи бьют тревогу. Смартфономания. Новый вид добровольного рабства. Социальные сети, звонки, сообщения и бестолковое блуждание по интернету знакомо всем и каждому. Смартфоны срывают школьные уроки и рабочий процесс, нарушают психику и разрушают семьи. Но все ли так безнадежно? При грамотном подходе, грамотном использовании гаджетов и цифровых устройств можно свести риски возникновения зависимости к минимуму. Мобильный телефон призван служить человеку, а не наоборот. Это средство коммуникации помогает нам оставаться на связи, оперативно отвечать на сообщения и узнавать новости. В течение дня мне поступает очень много писем и звонков. И без мобильного телефона я вряд ли со всем бы этим справилась. Но если при отсутствии гаджета в руке у вас начинается паника, это уже тревожные симптомы. Зависимость от гаджетов и цифровых устройств приводит к снижению навыков общения у молодежи и подростков, ведет к снижению грамотности и риска возникновения различных социальных дезадаптаций. Подобные диагнозы скажутся не только на самочувствии. Они способны в корне изменить качество жизни. Радость живого общения и любознательность к окружающему миру станут для вас недоступны. Но выход есть – лимитируйте время, проведенное в телефоне. Откажитесь от бестолковых приложений и сетевых игр. Вырабатывайте в себе привычку жить реальной жизнью. Согласно статистике, каждый седьмой житель нашей планеты зависим от гаджетов. Для людей забыть телефон дома – это настоящая катастрофа. Люди все больше выпадают из реального мира и попадают в мир виртуальный. И мы решительно против. Мы за живое общение. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Россиян с маленькой зарплаты могут освободить от уплаты налога на доход физических лиц. Такая инициатива обсуждалась на комиссии по регулированию социально-экономических отношений. Дело в том, что согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан платить сотруднику зарплату не менее 11 тысяч рублей. То есть чуть выше прожиточного минимума. При этом, после вычета налога на доход физических лиц, сотрудник получает около 9 тысяч 800 рублей. А это уже ниже прожиточного минимума. Обсудить такое противоречие планируют до 2020 года. 17 апреля в Центре культуры и молодежной политики города состояла социально-патриотическая акция «День призывника». На торжественном мероприятии присутствовали и виновники праздника, сами призывники и почетные гости. Подробности в сюжете. Ежегодно в ряды Вооружённых сил Российской Федерации отправляется молодое поколение десногорцев, которое достойно выполняет свой гражданский долг. Поддержать тех, кому предстоит пройти школу мужества и стать настоящими солдатами, пришли почетные гости. Перед ребятами они выступили с напутственным словом. Также было зачитано обращение к новобранцам главы города Андрея Шубина. Мы надеемся, что вы зарекомендуете себя грамотными воинами. Хочу пожелать вам не лёгкой, а интересной службы и вернуться в родной город Десногорск повзрослевшими и возмужавшими. От администрации города всем ребятам на память о сегодняшнем событии вручили сувениры. На встрече председатель комитета солдатских матерей Десногорска Валентина Рожкова ещё раз напомнила призывникам о постоянном участии комитета в жизни солдат. Она раздала ребятам специально подготовленные для них памятки призывника. Помните, мы всегда вас ждём и всегда рядом. В преддверии Великого Дня Победы в России стартовала народная патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Весенние призывники Десногорска – одни из первых удостоились чёрно-оранжевой ленты, которая ещё раз напомнила будущим солдатам о долге, чести и патриотизме. Своим личным опытом военной службы поделился с новобранцами Михаил Хоботов. Работать, жить в коллективе и надеяться на локоть и плечо своего товарища. Тот, который рядом с вами. Именно коллективом, именно братством сильна армия. После официальной части всех присутствующих ждал праздничный концерт. Перед ребятами выступили творческие коллективы Центра культуры и молодёжной политики. Очень приятно, что для нас устроили этот праздничный концерт, уделили нам внимание и подарили памятные подарки. И как говорят сами десногорские призывники, которые уже через несколько дней отправятся служить Родине, служба в армии – долг каждого. Будем служить с честью и достоинством. Кто-то из ребят отправится на службу уже через несколько дней – 22 апреля. Кто-то догонит их в конце весны, но остальных ждёт служба в начале лета. Попадут они, конечно, в разные части. Это всё зависит от степени годности здоровья, также образования. Ну и учитывается, естественно, их нежелание. Успешная воинская служба, солдатская дружба и здоровье пожелали десногорским призывникам все присутствующие в зале. Так завершилась весенняя акция «День призывника». Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна-ТВ. Проехать перекрёсток за деньги – такая перспектива, возможно, ожидает автолюбителей нашей страны. Национальная технологическая инициатива «Автонет» предлагает ввести плату за проезд перекрёстка на особо загруженных участках города. Специалисты полагают, что нежелающие платить станут искать пути объезда. И это поможет разгрузить некоторые участки дорог. Плату же за проезд планируется взымать в определённое время суток. Насколько такая инициатива возможна, покажет время. Протестировать систему планируют в одном из городов – Нижнем Новгороде, Липецке или Ульяновске. И о погоде. 19 апреля в Десногорске облачно. Днём температура составит 8 градусов тепла, а ночью – около нуля. На сегодня это все новости. Не забывайте про наш сайт – desnadefistv.ru. В студии работал Олег Соловьёв. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова